Задержать грабителя по горячим следам удалось сотрудникам полиции в Кустанае. Жертвой злоумышленника стала жительница Астаны. Девушка приехала в Кустанай на свадьбу. Когда после праздничного мероприятия она выходила из такси, неизвестный мужчина выхватил у нее сумку. Около 5.30 от дежурного ЦОУ поступила заявка, что открытым образом похитили около гостиницы «Звездной» у девушки сумку 40 тысяч тенге и самсунг-планшет. Получается, проследовав на место происшествия, по пути следования нами был замечен гражданин, который при виде нас попытался скрыться. Таким поведением мужчина, как говорят полицейские, вызвал у них оперативный интерес. Беглец попытался скрыться во дворах, но практически сразу был пойман. Данного гражданина мы показали потерпевшей, она его опознала, все вещи ей были возвращены. Сопротивление он не оказал, просто начал пояснять, что случилось, что произошло. Ну, говорим вот так и так, как имеется в виду, по какому факту мы меня вообще задержали. Хотя при нем все эти вещи находились. Он был немножко не в адеквате, как в нетрезвом состоянии. Задержанным оказался 29-летний местный житель, ранее несудимый. Общая стоимость похищенного составила 149 тысяч к тенге. По этому факту проводится досудебное расследование по статье «Грабеж». А в северо-западном районе Кустаная в ночь на 21 января сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции СОБР ДВД области задержали подозреваемых в угоне автомашины БМВ. Для этого одному из полицейских пришлось произвести выстрел в воздух. Около пяти часов утра один из автопатрулей получил сообщение о том, что их коллегами в районе дизельного завода замечена автомашина марки БМВ, которая двигалась с большой скоростью и не реагировала на указания полицейских об остановке. Преследовать БМВ продолжили уже две полицейские машины. И на пересечении улиц Жуковского-Белинского машину занесло, и она опрокинулась в кювет. Люди в ней, находившиеся, сумели из нее выбраться и стали убегать в разные стороны. Начали преследовать данных людей, после чего была команда «Стой, остановись», но данные люди проигнорировали, после чего я применил табельное оружие, выстрелы в воздух вверх. Только услышав выстрелы, беглецы, а их было двое, остановились. В ходе дальнейших разбирательств установлено, что оба – они местные жители. Им по 18 лет машину угнали с территории СТО по улице Авиационная, на которой и работали. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Возможно, что позднее им будут предъявлены и другие обвинения. Целый месяц стражи порядка посвятят проверке пассажирского транспорта. На территории Кустанайской области началась операция «Автобус». В связи с трагическим случаем, имевший место 18 января, в результате которого погибли 52 пассажира автобуса, на территории всей республики проводится оперативно-перапрессивное мероприятие «Автобус». В период с 22 января по 18 февраля. Цель такого мероприятия – предупреждение, пресечение, выявление правонарушений со стороны водителя автобусов. Полицейские совместно с территориальными подразделениями инспекции транспортного контроля проверят техническое состояние автобусов перед выездом на линию, наличие у водителей регистрационных документов, уделят внимание стражи порядка и выявлению фактов управления и эксплуатации автобусов с нарушениями требований нормативов и стандартов. Кроме того, в рамках ОПМ будет обеспечено выявление незаконных мигрантов, нелегальных перевозчиков. За первый день ОПМ сотрудниками МПС Увадогора и Кустная выявлено 67 нарушений ПДД, в том числе 5 нарушений допущенных водителями автобусов. Наиболее распространенные нарушения среди водителей автобусов – это нарушение правил маневрирования, пользование телефонами во время управления транспортным средством, превышение скорости, не пропускают пешеходов. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущий понедельник и в рамках программы «Дело номер». Жилье в Казахстане может стать доступнее. В правительстве обсуждается вопрос о снижении размера первоначального взноса на приобретение квартиры по госпрограмме «Нурлыжер». Сегодня это 30% от стоимости. Подробнее об этом и о темпах развития строительной отрасли в материале моих коллег. Кокин Естекова свою жилплощадь имеет на повестке дня – жилищный вопрос сына. Изучив ситуацию на рынке недвижимости и предложения банков, кредит решила оформить в банке государственном. Здесь под 5% мы берем, а ни в каком другом банке под такой процент не выдают. Очень выгодно. 5% годовых – такова ставка вознаграждения по жилищным кредитам по программе «Нурлыжер». В 2017 году в Кустанайской области по госпрограмме сданы в эксплуатацию 1114 квартир. В этом году планируется заселить еще 1266. Речь идет о кредитном жилье. Согласно государственной программе «Нурлыжер», максимальная стоимость квадратного метра составляет 140 тысяч тенгет за квадратный метр в Кустанайской области. Срок кредитования до 25 лет. Обязательные на сегодня условия государственной программы – это первоначальный взнос в размере 30% от стоимости недвижимости. Займ должен истечь, который мы предоставляем до 65 лет, до наступления 65 лет нашему заемщику. То есть если мы выдаем ему человеку 60 лет, соответственно мы сможем предоставить займ только на 5 лет. По программе «Нурлыжер» строится и арендное жилье. Его без права выкупа получают очередники. Его в минувшем году по сравнению с 2016 построили больше на 16,5%. Такова же тенденция и на рынке кредитного жилья увеличения почти в 7 раз. В этом году темпы жилищного строительства в Кустанайской области впечатляют. Всего в эксплуатацию введены почти 270 тысяч квадратных метров жилья. А это больше уровня 2016 года на 36%. В значительной степени это было обусловлено ростом бюджетного финансирования. Более чем в два раза. 11,2 миллиона квадратных метров введено в эксплуатацию. Также хотел бы отметить, что отдельные регионы высокими темпами роста ввода жилья отметились. Южно-Казахстанская область, Актюбинская область, Западно-Казахстанская область, Кустанайская и Поводашка, где темпы роста ввода жилья превысили 30%. Это создало задел нам и в целом мы обеспечили средний уровень ввода жилья с превышением на 6,2% в 2016 годах. В своем послании народу Казахстана Нурсултан Назарбаев оценил первые результаты программы Нур-Эл-Эжер и озвучил новую задачу. Правительству порочено к 2030 году довести уровень обеспеченности жильем каждого казахстанца до 30 квадратных метров. Для того, чтобы как можно больше казахстанцев смогли участвовать в госпрограмме, сегодня рассматривается вопрос снижения суммы первоначального взноса с 30 до 15%. Решение пока не принято. Диара Ахмичина, Ярослава Богатырева, РТН. Разбор противника и выбор тактики. Баскетболисты кустанайской команды готовятся к домашним играм. На днях они принимают команды из Алматинской области и Актау. В Тоболе нет легионеров. Они своими силами добиваются поставленных целей. Единственное, чего желают – свой собственный зал для тренировок и соревнований. Все подробности у Натальи Луговской. Его рост 2 метра 6 сантиметров. Центровой баскетбольного клуба «Тобол» Виталий Лапченко с детства играл в футбол. В 16 лет, говорит, все переосмыслил и решил, что его рост – преимущество. Баскетбол – именно тот спорт, где он должен себя проявить. В кустанайской команде он первый год перешел из Актауского Каспия. Кстати, на днях ему предстоит играть со своими бывшими коллегами. Приятно было поиграть со своими ребятами, бывшими коллегами и посмотреть, кто из них сильнее – мы или они. Кустанайский баскетбол всегда был на хорошем счету. Команде 15 лет. Здесь легионеров не привлекают, справляются своими силами. Играют наши парни с казахстанскими паспортами. Тогда, как в остальных командах страны легионеры уже есть. Но даже несмотря на это, в прошлом году в высшей лиге кустанайцы завоевали чемпионство. Но есть у команды и большая проблема – у чемпионов нет своего зала. Тренируются, где придется. Этот зал, он для тренировок, в принципе, зал хороший. Ничего не скажем там. Ну, конечно, кольца там можно было там, наверное, не по стандарту немножко. Просто потом нам. Мы приезжаем в нормальную, вот, допустим, в Астану мы поехали играть. Приезжаем в Астану. Там сразу пространство, зал хороший. Все как положено. Нормальные стойки. И нам уже сложнее просто даже с Астаной играть. Для кустанайских баскетболистов важны домашние игры. Сейчас у них плотный график тренировок. Играют с командами из Актау и Алматинской области. Подготовкой полным ходом. Сейчас в последние дни разбираем противника детально. Там взаимодействие, тактические наработки. Как мы будем против них играть в защите, как в нападении. Игры пройдут 25, 26, 29 и 30 января в спорткомплексе «Динамо». Начало игр в 18.00. Баскетболисты приглашают кустанайцев поддержать любимую команду. Наталья Луговская, РТН. И пока это все новости. Больше информации на сайте Алау Кейзет. Ищите нас также во всех популярных социальных сетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok